Сегодня школа перегружена тяжелейшими писателями, как Достоевский, Толстой, «Война и мир», «Преступление наказания». Очень спорно у Булгакова, мастера и Маргарита, это спорнейшие тяжелые вещи, и нам еще нужно их понимать. Их лучше человек воспринимает лет в 25, в 30, то и в 40, лучше их перечитать. Надо знать о том, что такие есть, писатели, какие-то выдержки, сказки, рассказы, факультативно для поступления в институт, это можно. Но то, что сегодня наше общество вообще не знает основ Библии, я не говорю изучать Ветхий Завет от корки до корки, или пророков, или труды апостолов, нет. Минимальное знание, что есть 10 заповедей, которые дал Господь Моисею, то, что есть Нагорная проповедь, то, что жил такой человек, как Иисус Христос, его жизнь, страдания, какой-то минимальный ракурс должен быть в школе, потому что мы сегодня боимся говорить, что Русь была православной. Сегодня есть жаркая дискуссия об абортах. Шутка аборта – это только градусник. Градусник – состояние общества. Кстати, аборты и разводы. Сегодня по разводам Россия первая в мире. И что, мы сегодня запретим аборты, запретим разводы, и общество станет лучше, мы вылечим болезнь? Сегодня мы согласились, что есть болезнь. Это уже хорошо. Почему мы болеем? Да потому что у нас сегодня вся нравственность, вся культура направлена на что? Индустрия развлечений. Вот когда человек развлекается, вот возникают аборты, вот и проблема с бэби-боксами, вот и проблема с разводами. Сегодня нет у нас нравственности. А на чем можно сегодня ставить нравственность? Только на десяти заповедей. Там же четко написано – не прелюбодействуй. Хотим мы это или нет, Господь накажет. То, что мы сегодня в школе боимся изучать, вот и получаем. Сегодня у нас и количество тюрем увеличивается. Рабочие места – это тюремные надзиратели. Туда мы движемся, в эти рабочие места? Или мы все-таки в школе скажем, что чего-то делать нельзя? И почему нельзя? Потому что Господь есть, и Он отдал эти заповеди. Сегодня возьмите, давайте сделаем опрос, 95% не смогут назвать «десять заповедей». Не убей, не влуди, не воруй, ну и что-то там еще, что-то еще, но не до этого. Вот будет ответ. Зато все знают, что есть Сонечка Мармеладова, Достоевского. Пусть знают, пусть хорошо, но есть более базовые знания, которые дети должны знать. Чем же школу заменяем? Десять уроков о древнегреческих богах Зеевса, Афродита. Понимаете, мы сегодня боимся. Почему-то в школе боимся сказать, что Русь была православной, и боимся дать начальные азы православия. Поэтому Вербицкая полностью права, я с ней един.